Когда началось предварительное следствие, когда меня взяли под стражу, прямо из дома, меня провожал как отец туда. Я думал, сейчас все пройдет, но как думал, подписку отпустят. Но ничего не получилось. Когда выводили в зало суда, в наручниках, смотришь на родителей, все плачут тоже, на душе это очень больно. И когда нас повезли, и ты думаешь, вот они там, ты здесь. Задумайтесь, ребята, о своем будущем. Не надо совершать ничего плохого. Здесь хороших у него ничего не увидите. Вы, наверное, просто думаете, что если у вас сидите, вы создадите себе какой-то авторитет. Нет, на всех сейчас глаза просто закрывают и все. Ты думаешь, что увидишь, тебя там девушки будут любить очень сильно. Они на тебя и не посмотрят. Вот у вас у всех есть девушки, да? У меня тоже была девушка, но она меня бросила. Тебя посадят? Девушка твоя что будет делать без тебя? Так, сам не знаю. Жать будет, наверное. Но меня нет, не посадят. Я работу найду и дальше пойду. Девушки, ну, они в основном стремятся к хорошим людям, а не к таким, как мы. Там осужденные все такие, сижавые. Когда-то были друзья, как, ну, я их считал. Думал, то, что они друзья, всегда помогут. Здесь оказался, ну, может, один-два человека из них только пишут. А было их много. Здесь не детский лагерь. Наказание здесь, карцер. Сидишь семь суток в нем. Не присесть, не поспать. Только, ну, на отбой. Вот у вас всех есть друзья? Да. Они вам нормальными, кажется? Ну, они все хорошие. Веси плохие. Который занимался всякими токсикоманией, всеми такими делами. Познакомился случайно. Начал гулять, потом попробовал токсикоманить. Потом одуматься и перестал. В один просто вечер взяли, тоже, как и вы, наверное, да, вечером там взяли пиво, попили. И пошли гулять. Ну, вот увидите, погуляли. Убили человека. А другие мы стали? Все остались на воле. Думайте лучше, с кем гуляете, что делаете. Ну, решетки везде. Куда ни придешь, в окно глянь, везде решетки. Даже в школу в ту же идешь, смотришь решетка. Тут делать совсем нечего, ребят. Я вам правду говорю. У меня такое ощущение, как будто я побыл здесь, побыл в Ваде. Вад попал. Данная камера предназначена для содержания спецконтингента, то есть заключенных под стражу. Норма площади составляет 4 квадратных метра на 1 человек. Естественно, есть мировоздействие на заключенных тех, которые не выполняют параметры распорядка. Выговор предусматривается, и предусматривается карцер до 7 суток. Заключенные находятся под постоянным надзором со стороны персонала. Знакомство с зоной. Назовем это экскурсией. И пусть для гостей, да и для других, она будет последней в такие места. Фух. Ну, лучше попадать на запах обратительный. Невозможно. Я не знаю, как люди в таких флорах вообще вызывают. Ты еще не подумал о своих родителей. Вот оказался бы на таком месте, как мы сидим, ты бы понял, что это такое. Когда начинаешь задумываться, ты уже совсем по-другому, как там мамка, как там папка. Вот я иной раз выхожу вечером, вот перед отрядом стою, я постоянно думаю, хоть бы с ними было все хорошо. Мне сначала тоже условно давали. Видать, этого не понял. Вот сейчас не то, что на 2 года попал, сейчас я попал на 7 лет. Вот я не знаю, как сейчас там мамка, брат, этого, ну, везде уже давно нету. Ну, плохо очень. Как? Ну, надо ходить на сутки седания, там, раз в 3 месяца. Тоже на 3 дня можно идти. Там сидишь с родителями, тоже говоришь о чем-то. И так не хочется, короче, отходить. Чувствуешь, что дома. И потом неохота обратно возвращаться сюда, на эту зону. Свидания. В неволе они приобретают новый смысл. Их очень ждут. И получают. Раз в месяц при примерном поведении. Свидания счастливчиков с мамами совпали с нашей встречей. Мать одинока. Делать ей, в принципе, дома одной нечего. Вот только работать на передачке, на посылке. Ревет каждый день. Ребята, у вас есть когда-нибудь младшие братья и сестры? Вот я сижу здесь, да? Мне брату 5 лет. Он спрашивает, где я. Что мне мама ответит? То, что я уехал куда-нибудь. Просто не стоит сюда попадать. Вот вы находитесь на воле. У вас есть свобода выбора, да? Что одел, там что захотел. Куда хочешь, туда и сходил. Когда хочешь, правильно? А вот вы сюда попадете, что у вас будет? Вот как вы думаете? А можно сказать, что ничего. Робы зеленые и все, подъем в 6. А вы на воле, наверное, встали, да? К холодильнику подошли, что хотели, взяли. Один раз в неделю только мы едим макароны. Один раз. В четверг. Все. А так, каши, картошка, капуста. Это, ну, как это, быстро очень все так надоедает. Каждый день одно и то же ешь. Как-то даже прям, не знаю, отращение какое. Даже вот, например, ну, мать приедет, отец что-нибудь привезет, даже вот, ну, вон, даже еды. Вот, которые сами они делают, домашнюю еду. Когда ешься, как-то задумываешься, ну, сразу такие мысли идут. Вроде чего, вроде не хватало. В столовую ходишь с песней. А петь, конечно, не хочется. Но приходится, конечно. Надречными перекатами, под разрывами гранатными, песня ласточкой летит. Аплодисменты. Подъем в 6.30, интенсивная работа, учеба, один час личного времени и никакой свободы. В таком режиме проходят не годы. Я работаю закройщиком, и в день я, наверное, на работу на часов шесть. Ну, я здесь почти, что всех больше получаю. Вот, примерно, сколько вы думаете? Восемь тысяч. Ну, так, максимум. Минимум даже. Да, ты так считаешь? Минимум восемь тысяч лет. Месячная моя зарплата, ну, если так вот все нормально будет, ну, заказ будет, ну, тысячи двести, тысячи триста. Ну, что вам, ребят, вообще ничего интересного, так здесь просто, ну, мимоходом, да, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вышли на улицу, скажут, ладно, там сидят какие-то дураки в зеленой рубе, и вообще им ничего не надо, ничего не нужно. А на самом деле-то подумайте совсем, подзадумайтесь над нашими словами, они вам в будущем пригодятся. Вот, у вас здесь сидит, ну, сколько, одиннадцать человек, вот, пять из вас сюда попадет, ну, и все. Пять будет вот на воле гулять, там, с девушками со своими, а вы здесь будете с троим ходить. И ничего вы не добьетесь. Совсем ничего. Вы вот вообще сами что от жизни хотите? Нормальную работу, там, машину, квартиру, да? Ну, все хотят. Какой вы образ жизни на воле ведете, вы только попадете за решетку, и все? Будете ходить с троим, песни петь. С вечера считаться, с утра считаться, когда перед подъемом. Вы еще не переступили дорогу сюда, так что лучше остановитесь, задумайтесь лучше о дальнейшей своей жизни. Стоит ли оно этого, свою жизнь отдавать тюрьмам и колониям? Вы смотрите на нас и на себя, как вы, как мы. Мы здесь, вы там. Вы гуляете, мы сидим. Здесь заключенные находятся на прогулке, гуляют. Прогулка осуществляется ежедневно два часа. Можно узнать, что тут будет, если нарушишь еще раз. Тогда будешь тут работать и отдыхать. В следующий раз буду думать, что делаю. Лучше учиться, работать и не делать никаких преступлений и тому подобное. Тут это, как обезьяну в клетке вертеться, да и все. Понимаю, я теперь с дверей всех, даже с дверей жалко. Тут клетки сидят, неволь. А людей жалко. Так я не хотел бы тут вертеться. Что это за мода такая, ворователь, бить кого-то. Это не мода. Вот мода, когда ты работаешь, когда ты еще, когда там девушка у тебя красивая, дети у тебя. Вот это мода, когда ты дома, с семьей и со всеми. Как вообще, парни, как вот ощущения, когда сюда попали? Первое чувство, конечно, такое, непонятное, короче. То ли страшно, то ли вообще непонятно. Ну как, неполноценно так вот. Ощущение такого вот. Плохое самочувствие было. Время из этого проходит. Тянется, как резина. Ну, ребята, спасибо вам за беседу, за то, что показали нам вашу жизнь. Мы сделаем выводы и прежде уже будем думать. Я думаю, большинство людей что-то осталось здесь вот, после этих слов. Потому что на самом деле вы не сотрудники правоохранительных органов, и вам нет смысла лапшу на уши вешать. Такие же парни, как и мы. Желаю побыстрее выйти отсюда. Здоровья. Начать новую хорошую жизнь. С нового листа, с чистого. И не попадать больше в такие места, как эти.